Дамы и господа, здравствуйте, с вами Варлок и сегодня мы играем в Мэджик Крафт Магическое ремесло Мэджик Крафт, если быть точным Наш любимый магический рогалик Слушай, несколько дней я в него уже не играл и прямо в предвкушении Потому что в прошлый раз мы собрали здесь какую-то невероятную имбу У нас был магический посох, который стрелял лучами, которые выпускали звезды и наносили там что-то миллиард урона И мы всех победили, все забрали и сегодня у нас будут анлоки новых заклинаний Вот, сегодня будет классно, потому что, ой, ай, я летаю У меня тут посох с леталкой У нас есть четыре сердца, ну или что оно такое И мы сегодня новые заклинания будем открывать Говорят, меч классный Меч правосудия, вот этот, наверное, да? Да, чат мне говорил Бери меч Ну я смотрю, вот тут интересно Взрыв трупа, неукротимость, сущность души, слияние призывов У, через призыв мы долго, давно не играли, да? Сияющая звездонутая стрела Ха-ха-ха, тоже классно Тоже неплохо Блин, чего ж открыть-то? Здесь четыре, здесь три, ну, блин, все надо Все хочу открыть Мне больше всего привлекает, честно говоря, вот это Хочу свирепое дыхание дракона попробовать Или призывы Че ж анлокнуть, че ж анлокнуть Ну, чат говорит меч, давай меч Ну, или нет Или давай призывы На призывы давно не играли Давай призывы Набор мастера призывов Неукротимость, взрыв трупа, сущность души, слияние призывов Отлично И тогда возьмем Ну, возьмем, наверное, вот этого Набор призывателя Хотя, честно говоря, я не знаю Набор призывателя-то Просто стлеющее сердце получает и попкета со старту Не то, чтобы сильно Призывательный Такой же посох Ну, давай, давай, все равно его Возьмем Будем призывать котиков Котики классные Так, че-то тут еще можно прокачать У нас много Много кристаллов Можно еще покопить на слоты для жезлов Давай копить на слоты для жезлов А здесь Вместимость зелий И рероллы в магазин Ну, нормально Поехали Поехали, погнали Будет весело Идем на кошмарной сложности, естественно Самой высокой И Леди Медуза Пожалуйста, не нападай на меня в этот раз Я здесь, чтобы отключить заклинания Я постараюсь держать себя Постарается сдержать Так, ну Отключение заклинаний Ну, если мы хотим играть через призыв Нам бы логично отключить какие-нибудь заклинания Да, чтобы призыв чаще выпадал Может мы чуть другое будем играть Может мы не будем призыв играть Так, мне в дверь звонят Извините, надо пойти проверить кто там Прошу прощения Так Все, я здесь И пока я там ходил двери открывать Я решил, что мне лень отключать Поэтому мы будем играть стандартным набором И не будем париться Я решил, что я не хочу думать Парящий огонек Парящий огонек Ну, пока что он нам не нужен, да Огоньки сильные Пойдем сюда Пойдем заклинания наберем немножко О, новая комната Прикольно Да, такую комнату мы раньше не видели Выглядит супер опасно Она маленькая Котики, вперед В атаку, коты Стреляйте в них Огонь Ставки Сделаем ставки Обязательно Сейчас, сейчас, сейчас Скажи, кто звонил Ну, вам все скажи Кто-то звонил О, взрыв трупа Максимальной жизни призванного существа 80% Призранное существо Мгновенно умирает Если его жизни падают ниже 50% Когда призванное существо умирает Наносит урон всем врагам В радиусе 2,5 метра Равный Чему-то Чему-то Равный Ну, давай возьмем И Фитиль Ну, не знаю Нужен нам или нет Скорость полета заклинаний Эм Папапам Ну, давай скорость И сундук А в сундуке монеты Хорошо Интересно, скорость работает на котов? Будут ли у нас суперскоростные коты? Насчет взрывных котов Я вот что-то сильно сомневаюсь Что они нам нужны А, слушай Вроде работает на котов ускорение У них выстрелы быстрее летят, да? Да, похоже, что Похоже, что быстрее Прикольно Я думал, работать не будет Проблема котов Проблема котов Что они дальнобойные Поэтому Вряд ли они будут взрывать прям Врагов эффективно Ну, может быть Если милишные Враги в них будут влетать Урон от взрыва трупа Либо полное хп призванного Либо половина Ну, я так что-то и подумал Еще один взрыв трупа И теневая змея Теневая змея, как ни странно Не призыв Давай возьмем ее Радугу Мы все время берем Сундук О, точно Спасибо, ребят Еще один парящий огонек Окей Пошли за реликами Пауки в виде Лука У меня включен, видимо Режим арахнофобии И теперь у нас пауки Разных видов Так, ну котики взрываются Успешно По-моему Не дамажат взрывы вообще Ай-яй-яй Меня отравили Я отравлен Так Взрыв трупа скотиков Надо убирать Он нам сейчас пока мешает Нужны какие-нибудь Другие призывы Чтобы он работал Я думаю Не коты Регенерации маны Тоже сильно не хватает Прям вообще Угу И первая реликвия Слушай Ну тут ботинки Мерлина Восстанавливает Четыре маны При убийстве врага В принципе Неплохая штука Да Увеличительное стекло Дает радиус Целебный пояс Каждое зелье Дает максимальной жизни И ману Наверное В начале игры Надо пояс брать Хотя четыре маны Было бы приятно Ну ладно Давай пока так Ну и у нас Реликвии Что-то не собираются Собираются в основном Заклинания Ну может это и хорошо Радиус взрывов Аааа Радиус бы увеличил Радиус взрыва трупов Точно Я не подумал об этом А белка героя Бьет радиусом И здесь Вы правы Тят Окей Надо было брать Радиус Вы правы Залп Лезвие Бумеранг И луч Детентеграции Но через луч Мы в прошлый раз Играли И через лезвие Давай залп Может пригодиться И Давай И давай лезвие Так Сундук я вижу Не уверен Что мы к нему Сможем Пройти Сможем Все хорошо Какой-то Интересный сундук Зелье Дает монеты Равные 25% Стоимости имеющихся Хорошо Это отлично Надо его использовать Перед тем Как что-нибудь в магазине Покупать Да Не забыть Окей Чат про ставки говорит Сейчас пока наши коты Тут стреляют Мы сделаем ставки Выиграем ли забег Сразу на победу Надо было 5 минут Ставки делать Ну будут Будут 2 минуты Ладно Кто успеет Тот успеет Вообще Призывы с лимитом Предпочитаю Вешать на духов Жезлов С ними борода Не работает Кто? Ну у нас Духов пока нет Вообще Так Так Хорошо Всех победили Ну пошли на мини-боссах Глазик И этот глазик Типа надо заманивать Сюда Да Чтоб он получал урон Вперед коты Стреляйте в него Вообще В игре Есть небольшие вайбы Пеглина Или даже Балатра Реально эффективны Несколько модификаторов Заклинаний Которые умножают ДПС Или маноэффективность А остальные Только как приятный бонус Самая имба Модификатор На одновременную стрельбу Со снижением цены В мане За каждое заклинание Вот это Лоргер Спасибо большое За С твоей сердечком Спасибо большое Спасибо большое За поддержку Ну вот этот Модификатор Да Ну да Умножение урона Здесь Ну вот так вот Набираются Так что да Ставки не работают Почему Так Стазис времени Жезл 75 маны 10 регена Вторичный слот Получает энергию За пройденные метры Ммм Можно бегать И призывать Вязкий клык Разброс плюс 3 Итоговый урон 120% И встроенный Кристалл Слизи Так Ну слушай Вязком клыке Урон Дай много Слотов А здесь У нас Будет энергия За пройденные Метры Ну Можно Попробовать Но тогда Надо сюда Котиков Ставить В эту Энергию Да Не Урон 120% Всегда Хорошо Вот я не уверен Что за пройденные Метры Будет сильно Работать Давай попробуем Затестим Почему нет Попробуем Вот сюда Поставить Котов А базовую Атаку И себе Ну Давай Для прикола Змею И лезвие Бумеранг И на них Залп Попробуем Во Вроде Неплохо И пошли Посмотрим Что нам еще Дадут Так Ну получается Надо ходить Когда я хожу Коты призываются А Как мне больше Ходить Проблема в том Что я когда хожу И стреляю Заклинаниями Я замедляюсь Ну слушай Такой Вроде довольно Стабильно Коты призываются Скорость Заклина Скорость Ох Цветочек На реген Маны Да Реген Маны Надо по-любому Брать И Фитиль Нет Давай Мистический Взрыв Так Реген Маны Ну блин Вот видишь Тут так мало Слотов Рывок Молнии Это быстрое Перемещение Вот было бы Хорошо Было бы Хорошо Убрать Змей Оставить Только эти Ай Можно убрать Змей Действительно Оставить Реген Маны И эти Бумеранги Да Давай попробуем Змею уберем Вот так Вот так И Реген Маны Вот Будет Будет ли Так Урон В итоге Лучше Ну Мана Бесконечная Почти Не замечаю Большого Количества Прям Котов Коты Вроде Есть Вроде Нет О Новый Релик Какой-то Яростный Глаз За каждые Два Отсутствующего ХП Увеличивает Весь Наносимый Урон На 1% То есть Если у тебя Нет 200 Жизни Не хватает То ты получаешь 100% К урону У тебя это Фигня Какая-то Два Стекло А у Котов Лимит Призыва 5 Вы правы Вот Взяли Радиус Кота Про который Говорили Радиус Кстати Сразу Так Заметно Вырос Хорошо Ну Я пытаюсь Двигаться Постоянно Чтобы Коты Были На месте Ну Вы правы Учитывая Что у нас Лимит Призыва Котов 5 То Может быть Вот так И в Движении Хорошо Нестабильное Зелье Ну Нам зелье Надо пить Они нам Дают Максимальную Жизнь И бану Ботинки Рейнджера О Дает иммунитет К замедляющим Эффектам И Скорость Передвижения Плюс 1 Блин Тут шанс Уклонения Очень хорошо Но нам Скорость Передвижения По идее Нужна Чтобы Больше Котов Призывать Пока что У нас Билд На Быстрый Бег Собирается Какой-то В кузницу Не пойду Соединять Нам пока Нечего И Попробуем Всегда Двигаться Никогда Не стоять На месте И Вот Призывать Нужны Уши Эльфа Да Чтобы Заклинания Не замедляли Поэтому Попытаемся Побольше Реликвий Находить Для этого Дела Чего тебе Змеи не нравится Бумеранг Такой Неудобный Да не то Что по ним Мне не нравится Они мне нравятся Да Попробуем Змей Кстати Зал Бесполезен Получается Можно Змей О Пять Проклятых Сундуков Классно Кстати Это Давай Вот это Зелье Сразу Выпьем Минус Пять Маны Так ХП Когда Используешь Зелье ХП На Четыре Когда Используешь Зелье Реликвия Минус Один Интервал На задержку Каста Есть Зелье Которое Снимает Пять Разных Проклятий Здесь У нас Как раз Будет Пять Разных Проклятий Убери Залп Он Ману Тратит И пользы Не несет Думаешь Он Ману Тратит По-моему Залп Не тратит Ману Да Залп Ману Не тратит Одиннадцать Маны Одиннадцать Маны Залп Просто Ничего Не делает Давай Брать Все Открывай Зелье Переброса Позволяет Перековать Одну Выбранную Реликвию Так Понятно Леющий Сердце Второй Уровень О Хорошо Блин Надо было Это Сначала Зелье Бахнуть Хпшку Не терять Сильно Или Пофиг Да Ладно Пофиг Рокенбол Зелье Левитации Зелье Реликвии Случайно Улучшает Одну Реликвию О Вот Это Нам Нужно Но Мы Сейчас Урона Получаем С Эти Зелей У У У У У У У У У Звериные Клыки Увеличивают Весь Наносимый Урон На 20% Так Ну Это Должно Было Того Стоить Давай Вот Это Выпьем Урона Получили Но Пофиг Зато У Нас Целебный Пояс Второго Уровня Так Хочу ли я Перековывать Реликвии Меня Все Устраивает Не хочу Клыки Имба Не Ну Клыки Это Очень Хорошо Это Просто 20% Урон Класс Да В итоге У меня Три Проклятия Ну Ладно Как Нибудь Снимем Наверное 98 Рублей Надо Лить В Магазин Да Че Не Хочется Поменяй Ката Змеи Местами Ну Ты Видишь Вот Эта Штука Она Автокаст Поэтому Она Будет Выстреливать В В Разные Стороны Точнее Туда Куда Я Смотрю Я Предпочту Чтобы Автокаст Или Призыв К которому Направление Выстрела Не важно Да А Направленное Заклинание Которым Надо Целиться Я Лучше Поставлю Я Лучше Поставлю Так Слушай Давайте Чуть Прозрачность Заклинаний Повысим Вот Так Вот Все Так Хочется Видеть Заклинание Да Слизь Неукротимость О Призванные Существа Продолжают Соражаться Еще Две Секунды После Смерти О И Радиус Заклинаний И Слизь Так Давай Радиус Смотри Неукротимость Плюс Взрыв Трупа Да Вот Вот По-моему Оно По-моему Это Оно Получаешь Ли Ты Два Заклинания В Магазине А Ну Да Получаю Но За них Деньги Надо Платить А так Они Бесплатные Змейки Такой Интересный Дизайн Змеек 5 ХП При входе В комнату Или 4 Маны При убийстве Ну Наверное Давай Сустейн Возьмем ХП При входе В комнату Хорошо На самом деле Максимальную ХП Надо бы Брать Потому Что Надеюсь Мы с босса Получим Получим Этот Сделку С дьяволом Но С другой Стороны Пойду В магазин Хочу Купить Щита На босса Чтоб сделку С дьяволом Гарантировать Объятие Микрокосмоса 60 Маны Интервал Маленький Реген 9 секунды Потребление Маны На всех Жезлах 80% Ух ты Прикольно Так Ну Может быть Этот Кстати Стоит Купить Он На всех Жезлах Уменьшает Расход Маны А Кстати Зелье На деньги Выпить Вы правы Ай Проклятие Же Я же Считать Теперь всего Двоечка Осталось Ай Руина Надо было Не надо было Его пить Щит потеряли Точнее Надо было Его пить Перед тем Как щит Купил Ну Ну Пока Не Не Интересен Поищем Что Ничего Другое Ядро Грома Молния Ну Тоже Не Топ Меч Про Который Говорили Меч Убийца Зла Попробовать Много Ну Ладно Так Ну И мы Здесь Я надеялся Найти Щиты Но Щитов Нет Ну Ладно Ну И Хорошо Погнали Сюда Мы Ставить Ничего Не будем Пока Хотя Можно Было Бы А Ладно Пока Играем Одним Жезлом А там Там Разберемся Так Ну Как Наш Меч Себ Показывает В бою Ну Слушай Ну Мы Как Как В Хейде Сыграем Только Лучше Так Без Урона Давай Склинания Мечом Уничтожаем Снаряды В смысле Пока Хорошо Котики Своё дело Делают Красавчики И Изи Босс Изи Босс Коты Молодцы Меч Тоже Молодец Всем Премию Выдать Жезл Новый Взять Двойная Флейта О Вторичный Слот Энергия За каждое Попадание По врагу Ага Праздничный Жезл Энергия За каждого Убитого Врага Так Ну Вот Флейту Мы Пробовали Она Очень Хороша Прям Вообще Хороша Мы С ней Играли Энергия При убийстве Врага Как-то Не очень Да За попадание Вроде Звучит Намного Лучше Ну Давай Вместо Базового Возьмем И Подумаем Слотов Слотов Много Слотов Тут Много Во вторичном Позволя Позволяем Позволяем Левитировать Ух Ты Прикольно Так И чем Будем С этим Делать Ну У меня 108 Жизней То есть Мне не хватит Купить Компас И Ключ Никак Что-то Одно Надо брать Левитацию Бесконечные Ключи Хм Компас Лучше Всего Думаете Компас Лучше Всего Ну Говорят Чат Говорит Компас Бери Ну Ладно Ну Хорошо Я Что-то Так Про Компас Подумал Что Он Слабоват Ну Давай Проверим Хорошо Так Ну И Давай Смотреть Как Мы Здесь Будем Делать Например Я Хочу Флейту Чтобы Она Наверное Надо С Флейты Призывать Котов А Потом Коты Будут Колдовать Ну Не Знаю Да Не Сюда Надо Луч Дезинтеграции Ставить Но Опять У нас Будет Билд Не На Призыв А На Луч Дезинтеграции Да Получить Дезинтеграции Сюда Поставить Меч И Тогда Меч Будет Давать Жару У нас 40 ХП Да Это Проблема Ну Что Ж Так Радиус Не Радиус Радиус На Меч Попробуем Так Ну Давай Попробуем Попробуем Без котов Пока Вот так Посмотрим Что будет Ух ты Так Ну рубим Рубим Нарубаем Нашинкуем Хорошо Что-то Какой-то Билд Конечно Так себе По-моему Меня Назад Отталкивает Хо-хо-хо Ты видишь Что делать Меня Отталкивает Назад Когда Я Колдую Жезл Колдую Луч Наплесники Гиганта Нужны Да Взрывная Погоня Возле тебя Периодически Появляется Бомба Но нам Нужно Собирать Пять Проклятий Тут Вариантов Нет О Рерол При получении Реликвии Нужно искать Пятое Проклятие И искать Зелье На снятие Проклятий Ну урон Хороший Урон Получается Прям Очень Хороший И Да Кстати Комбится С нашим Пассивным Уроном Вокруг Не знаю Насколько Это Играбельно То Что Я Сейчас Делаю Ну Зато Точно Не скучно Еще Проклятие Шесть Проклятых Сундуков Хочешь Проклятий Слушай Ну Хороший Шанс Найти В одном Из этих В одном Из этих Сундуков Зелье На снятие Проклятий Блин Мы умрем Ловушки Наносят Сто процентов Больше урона Тебе и Существам Твоим Призванным При получении Урона Ты телепортируешься Теряешь Два ХП При входе В комнату А дальше Я уже Перестал Читать Серьги Удачи Ну У нас Терь намного Больше Чем Пять Проклятий Спойлеры Что ж Окей А сундук Шкатулка Душ Ай При убийстве Врага Есть шанс Призвать Духа Вот это Я бы Наверное Роль Зелье Зелье Покопить Не буду У нас Счета Много Можно найти Два дешевых Заклинания И поставить Залпом К мечу Должно Сильно Увеличить Скорость Каста Мечей Залп Ну да Стоимость Маны Так Значительно Уменьшилась Ну давай Попробуем Взрыв Плюс Мистический Бумеранг Я задолбаюсь Этими Проклятиями Ужас Какой Пошли Да Луркер Абсолютно Прав Залп Прям Хорошо Работает Да Мистический Взрыв Класс Потому что На него И радиус Действует И все О Бумеранг Мистический Взрыв Класс Ну что Мы все Открываем Да Все Сундуки Зелье Отмычки Зелье Снятия Проклятий Кстати Уже Не сработает Потому что Там нужно Пять Одинаковых Проклятий Ровно Так что Мы В Желанной Ситуации В которой Лучше Не быть О Еще Проклятый Сундук Классно Радиус Давай Радиус Брать Еще Читаем ХП Зелье Левитации Но мы Пьем Все Зелья И Получаем Урон В процессе Потому что У меня Проклятие На урон Взрыв Взрывается Давай Вот это Еще И мы Хотим Перековать Шкатулку Душ Да А мы Что Перековали В дух Охранителя Ну Пойдет Да Так Здесь У меня Че Открытие Блин Нужно Сюда Ну и ХП Тоже Нужна А здесь Мы можем Соединить Сейчас Блин Мы только Взрыв Трупа Можем Соединить Но Билд На призыв У нас Что-то Не складывается У нас Сегодня Цель Победить Троллей В конце Игры Посмотрим По-моему Нам ХП Очень Нужна Мы Много Урона Получаем От проклятий Типа У нас С уроном Все В порядке Мы Собрали Имбу Но Какой Ценой Рейдмар Привет Готовь Поставь Слот При ходьбе Не ошибаюсь Будут Срабатывать Даже Если Не держать Джезл В руках Да Ай А еще Я телепортируюсь При получении Урона Что Только Что Произошло Я Переключил Джезл Случайно И у меня Не работало Ничего Я Не вижу Себя Мы умрем Мы так Мертвы Так Котов Сюда Коты Идите Коты Спасите Нас Мы идем За хп Побежали Да Действительно Коты Колдуются Спасибо большое Рейдмар Спасибо огромное Ё-моё 47 хп Так Ну ладно В принципе Мы еще Жилы Ничего Не потеряно Открываем Сундуки Лечимся О Здесь будет Комната Снятия Проклятий Медь Можем Соединить Нет Не можем У меня Один Медь Окей Идем Сюда Сейчас Будем Что-то Делать Так Снятие Проклятий Давай Один А это Сколько Лечит 80% Жизни Так Кайф Два Три И у меня Останется Две Хп Главное Как-нибудь Не умереть По глупому И Бах Еее Раз Два Три Четыре Пять Шесть Еще одно Снимем И потом Зелька Будет Работать Зельки У нас Нет Но Когда Нибудь Наверное Давай Меч О Вот Лучше Вот Было бы Хорошо Если бы Снялось Проклятие На Отбрасывание На Телепорт При получении Урона Потому что Ты получаешь Урон Ты телепортируешься Фиг знает Куда Ничего не видно Не знаешь Где ты Чувак Что-то Всех Самонит Да Ёшкина Кошка Ну Добивай Его Жесть Но мы Все еще Живы Неукротимость Плюс Призванные Существа Сражаются После смерти Еще 4 секунды Блин Дух Жезла Здесь Кристалл Мороза Так Ну давай Неукротимость И дух Жезла И Так Жезл Сражается За меня Ну Жезл Сражайся За меня Неукротимость Плюс Под котом Дать Да Может Пускай Этот Давай Вот так Вот так И попробуем Взрыв трупа Поставить На котов Тогда Да Вроде Логично Давай Потестим Посмотрим Что из этого Получится Ну У него Маны Регена Конечно Не хватает Чтоб Толпу Прям Котов Призывать Ну Типа Частично Некромансерский Билд Коты Будут Взрываться Но они После смерти Живут Еще 4 Секунды Так что Они Не совсем Бесполезно Взрываются Да И наверное Какой-то Хороший Урон Наносит Может быть Вот это Мои коты Взрываются Да Взрывающие Коты Рука Ктулху О Вот Рука Ктулху Призывается Бесконечно Но стоит 30 маны Режим Энергосбережения Всегда полезен Пуповина Вроде На призыв Но я пока Не знаю Так Коты 28 маны Получаются А здесь 24 Ну то есть Давай Ктулху Попробуем Огоньки Во второй Жезл Не Во втором Жезле Теперь будут Коты Здесь Короче Коты Здесь Ктулху Вот Вот так Вот И Снимаем Проклятие Раз Два Три Четыре Пять У нас Пять Проклятий Можно Конечно Еще Поснимать Наверное Это Выгодно Если я сейчас Найду Зелье Я буду Очень Расстроен Но если Я его Не найду То я буду Еще Больше Расстроен Что Бегать С Пятью Проклятиями Или Нет Но мы Можем Снять Реалистично Может Два Еще Три За Три 50 Жизни Потратить Опасно Очень Опасно Проклятие Не Фатальное Ай Ладно Давай Снимать Короче Я решил Давай Еще Два Снимем А то Что-то Неприятно Так Ну что Как там Наши Ктулху Вроде Призываются Да Да Ктулху Есть Ну в этой Комнате Не совсем Понятно Какая у них Эффективность В итоге Хорошая Нет Ктулху Дальнобойные Такое Впечатление Что Котов Лучше На взрыв Труп Оставить Они Все-таки Бегут В атаку Танкуют Там Мордой Вон Кстати Еще Проклятие Еще Проклятый Сундук Красота Реликвии Три Счета При входе В комнаты Круто Накидка Разбойника Дает Невидимость Если Не Атаковать В течение Пяти Секунд Брали Мы Эту Штуку А есть Дерелик На урон От Проклятий Если Есть То Зря Мы Снимали На самом Деле Третий Левел Пояс Отступ С каждого Зелья Получать По 7 Максимальной Жизни 4 Маны Прям Круто Щиты При входе В комнату Тоже Заманчиво Давай Ну и берем Все проклятия Да Видимо Заклинания Могут Проходить Сквозь Стены Кайф Есть На плюс 10% Урона За проклятие Блин Может Надо было В надежде На него Играть Да Зря Мы Сняли Длительность Ктулху 20 секунд У котов Длительность Бесконечная ХП 16 ХП 25 Но слушай У котов У котов ХП больше Значит На автокаст Ктулху А котов На взрыв Трупа Вот так Монетка Монетка Ойёёёёёёёёё Хе-хе-хе Опять какую-то фигню собрали Вот нет бы сделать нормальный билд Человеческий Чтоб было все Просто и понятно Нет Давай Какую-то фигню соберем Вижу еще один алтарь На снятие проклятий Ну наверное надо за десяточку брать Но уже начали снимать проклятие Значит будем снимать Найдем релик на урон за проклятие И будем расстраиваться тогда Пока что расстраиваться Не будем радоваться Что там дают комнату еще с реликами Кайф Надо было брать Что ты приходит в комнату А я не взял Что я не взял что ты приходит в комнату Не знаю Что то я там подумал Зелья надо Ну в принципе моя логика была На самом деле железная Потому что у нас сундуки в каждой комнате А сундуки дают зелье То есть много хпшки наберем Дикие тентакли увеличивают скорость Второй уровень клыков даст урона Блин У меня жезл на скорость Наверное хорошо Давай скорость Давай скорости прямо вот на колесиках Все таки много ктулху колдовать Это наверное хорошо Можно кстати на ктулху тоже поставить взрыв трупа У меня же их три пока что Или неукоротимость А подожди мы сейчас пойдем наверное в кузницу А вот и зелье Снимает случайное проклятие Ееее Давай Давай Эй Эй Давай на ктулху взрыв трупа Давай всех взрывать Нет мы сейчас пойдем в кузницу И сделаем взрыв трупа второго уровня Бам Котики держите Наносит урон равный 200% оставшегося жизни Прикольно Так Аааа Нуууу Рароллы Что у нас там дальше магазин Пойдем мы туда Полеситься было бы неплохо Тут кстати Что то есть Комбинирует 4 любых заклинания В одно улучшенное О Давай вот это сделаем Так Че я не хочу играть Булыжник бумеранги могут нормально я не хочу змей не хочу наверное луч нужен залп нужен огоньки вот не хочу огоньки все вам улучшенный реген маны кайф хорошо отлично замечательно вот его бы дать катанам было бы очень хорошо но пока поставим себе например хотя довольно бесполезным сейчас не нужен но реген маны если найдем заклинание которое много стоит кстати может быть стоит тогда сделать например вот так нет там задержка на каста большая не так-то работает поперекидывать что-нибудь перекидывать особо нечего ускорение довольно бесполезно она да пауза тоже не надо расщепление тоже не хочу в тем не хочу яд яд это урон яд на луч дезинтеграции пойдет как урон сейчас давай ускоритель еще поперекидываем не хочу котики неплохо неплохо нормально и денег не кучу потратили пошли за реликами ой хотите скидь умиранки взрыв дороговатый вот магические пули особенно улучшенные были бы идеальны лурки спасибо большое спасибо большое за донат спасибо большое за стой сердечком окей поищем поищем пули хорош план так ну и давай щиты при входе в комнату возьмем окей я услышал будем искать магические пули спасибо огромное за поддержку лурки фигни не скажет а я наступил в шипы я себя не вижу где я жесть проклятие вообще вот она дольше самое бесятие проклятие и она никак не снимается висит не снимается на п начинается кто проклятие я телепортируют куда-то а потом ты себя не видишь начинаешь еще получать урон снова телепортируешься снова себя не видишь о паразиты и залп класс так паразиты со взрывом трупа но это маст хэв да так теперь как их организовать но в дух жезла их не засунуть блин жезлы нужны получше что-то плоховастенькие жезлы да это зелье работает на такие сундуки нет что зелье маны навсегда минус 5 или плюс 15 маны минус 5 на самом деле минус 1 что мы за зелье получаем из 4 доброго времени суток здорово спасибо слепой член чудо вечера ты нет 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 никаких больше слепых челленджей как минимум три года спасибо большое за донат спасибо огромное за 128 я очень ценю поддержку не хочу мне больше не пройти слепые челленджи не говорите я в этом не участвую ну уж нет шапку мерлина до ману давай брать ману мана хорошо так чем у меня здесь левитация но левитацию пока не знаю куда применить суши сунду сундуков мы на самом деле дофига налутали уже босс мэджи крафт почти как чироун тричк суши кстати вайба есть да чироун тричк был так хорош жаль что там ну реиграбельность небольшая но как вот рогалик на прохождение он прям один из самых запоминающихся паразитов можно закинуть к щупальцам вы правы нет смысла этого не делать на так было прикольно челленджи это фан я у нас обязательно будет бегле не еще челленджи только не сегодня паразитов вместо призрака давай попробуем на боссе экспериментировать на не самый лучший вариант босс несложный знаменитые последние слова президенты вл . джи пэг а жив я жив а а ну у нас ноль урона всеми нас всех поздравляю по-моему паразиты не работают на котиках ой телепортация здесь вообще смертельно потому что ты телепортируешься и начинаешь влетать в его эти штуковни о ну хотя бы скорость есть до и структуру и я и и и и и и и и и лазер-то был короткий показывала он оказался длинный урок на будущее никогда не брать проклятие на телепортацию при получении урона это просто жесть уж ты получаешь урон в одном месте телепортируешься в другое место там получаешь урон это и снова телепортируешься так без остановки короче получается винстрик винстрик получения урона а еще синяя команда рубит джекпот рестарт 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 пошли заново ну и руина и проклятие ужасное вот его больше не трогаем может было лучше все остальные собер брать но его не надо было брать она капец руина так ну мы снова начали с котиками бывает чел то у котиков есть шанс критического удара теперь кстати учитывая прошлый забег нам на первом этаже набирать хпшку на сделку дьяволом потому что мы только вот один сдельный предмет мы взяли а могли бы взять два было бы было бы круче чем один так что вот взрыв трупа на дальнобойных самонах не очень я еще по моему поставил неправильно надо было взрыв трупа на паразитов уши эльфа вот теперь они пришли вот теперь они здесь у вас в баню я беру маску демона двойник 15 процентов крита и может быть стоит идти вот по по хпшки и собирать на сделку дьяволом чтобы прям закупаться этими предметами ну как в айзеке там тоже сделка крутая хп пару раз и щиты нужны и зайти воде перед боссом в магазин в один зайти чтобы чтобы были щиты там десяточек щитов не заруйнить или релик на щиты в общем четки по того а блин релики то тоже хочется сложный выбор потому что релики это там уроны всякие плюшки пешка это сделка наверное надо релики брать все таки надо брать релики а хпшку вместо заклинаний например я если не брать заклинания тогда тоже урона не будет почти будет заклинаний слушай это признак хорошего рогалика и классного баланса и геймдизайна что нет однозначного ответа что лучше что и все время сомневаешься что лучше релики не релики это очень хорошо а ставки новые на поехали новые ставки наплесники титана роллы монеты но монеты наверное надо взять в начале монет хорошо ну опять же я сейчас пойду за жизнями но не усилюсь заклинаниями вот как тяжело жить в хорошей игре хейдезе вот там ты просто берешь всегда берешь все на урон и не думаешь и всегда выбираешь дары богов вместо всего практически остального там в комнатах выбора как такого нет видишь дар бога берешь дар бога выбираешь какой тебе больше нравится бог здесь видишь по другому здесь все время думать надо мне нравится я очень такое люблю что выбор действительно выбора не иллюзия выбора когда уже эта игра выйдет из раннего доступа весь весь лист в ожидании релиза до я бы сказал что тут для раннего доступа прям хорош контент руна резонанса и руна урона берем да во первых урона то урон до урон 8 урон 6 он 8 на секрет и ну а руна резонанса на будущее хорошо или невидимость молод не ну в хейдезе есть молод на два молотка за всю игру но опять же ты молод берешь всегда правильно я к тому что типа выбора нет очень легкая элитка когда я не понял что она копирует мое передвижение меня чуть не убила когда-то я тебя микрокосмоса повтор повтор ну снижение стоимости маны на всех жезлах всегда хорошо старый жезл просто много маны и все да да у него много слотов много маны ну и больше ничего давай объятие микрокосмоса и мы сюда ну во первых но она лучше чем база для нас но потом как саппортный вообще пойдет хорошо 28 8 да она у себя тоже снижает расход маны отлично трудно ускорение снарядов увеличивает дальность стрельбы у призванных спасибо я думал только скорость стрельба хорошая инфа во второй части с хейдеза молот иногда игнорить пытаешься в билда снах на сигил например а это только потому что сиделы сломаны к чертовой бабушки они должны быть саппортом чем-то таким они наносят пять раз больше урода чем все остальное молот не дает тебе апгрейдов на сигилы ладно как скажешь как скажете хорошо все я был неправ я я ошибался я молод в хейдезе там очень спорный момент который не так прост как кажется на первый взгляд так ну что снова проклятие набираем смотри здесь нет этого душного проклятия скорость передвижения врагов вроде не страшно а тут зато смотри зелье регенерации маны класс да это класс максимальным она уменьшена на 10 процентов там вроде нормально прай пойдет максимальной жизни минус 10 то нормально то пойдет зато он змею получили стоимость маны 115 процентов зато два зелья замедлению увеличение регенерации маны на 10 секунд пропущенная награда ресурсы исчезают если их не подобрать течение 10 секунд но я так никогда не делал я всегда все сразу подбираю никогда не пропускаю ресурсы с этим у нас все хорошо пять монеток где а вон кристалл точно спасибо алмаз так надо эти зелье что-ли пахнут вам пошли за заклинаниями там разберемся и сюда сбию кстати призыв логично бы поставить на этот на руну резонанса до котов околдовать змею из первого посоха правильно чего минус монета где минус монета чат я никогда не просто не пропускаю монеты череп ктулху и и серий взять или пробивание давай пробивание пробивание котика может быть хорошо так у нас есть ктулху внимание у нас есть ктулху так я хочу сюда например руну резонанса криты урон это у нас будут коты для ктулху нужен еще один посох пока что типа я кастую змею так и будут призываться с шансом 25 процентов должно работать но 25 процентов то более тем достаточно если было заклинание с еще бы побольше скоростью каста было вообще красота но и так мы будем поддерживать популяцию котов на неплохом уровне плюс немножко дополнительного урона от змей тоже хорошо маска демона второго уровня или крит урон нет с маской демона уже имеющийся надо брать крит урон там уклонение еще есть так это зелик восстановления хп ну вот я не знаю возьму пока регенерацию маны и пойдем сюда и зелья не используют что-то тут вроде бои легкие бессмысленно использовать а может потом будет пояс на максимальной жизни от зелик тогда будет нормально упал ха-ха 130 хп-шки идем за реликами или за хп за реликами все-таки по моему релики супер важны по 2 уровень взять маски демона на криты было бы супер хорошо в общем наверное в нашей ситуации будем релики вместо хп брать конечно приятно было набрать две сотки взять потом все сделки но чё-то джаба душит сердце второй уровень хп врагов или максимальная мана но максимальная мана кайф урона этой пассивки отчет как-то по моему маловат ну и 100 рублей в принципе можно идти в магазин но опять же релики релики кайф это особенно для призыва максимальная мана хорошо может мы его забаваем призыв всякими штуками ами и потом нам нужно будет много маны на каст кстати вот сейчас думаю не поставить ли мне пробивание на котов а например урон или шанс крита на змею а может поставить накидка разбойника это невидимость реликвий на выбор или скорость но в начале игры наверное реликвий на выбор наш выбор а давай вот так сделаем нам здесь у нас монетки хорошо еще ели а ну да у них тут всякие лишние зелья не очень нужное призрик туху он ходит через комнаты ну кстати да мы можем арбузить ктулху окей я выключаю режим арахнофоба я не хочу ходить со стаканом эмм все зеленомонетки можно выпить а это взять с собой давай интересно у нас коты много там надамаживают ну ктулху красавчик он будет делать сейчас хороший урон и танчит еще и умер блин с ним много мороки то что его надо перепризывать постоянно корона из кости душ черная метка щиты при входе в комнату ну слушай бесплатный предмет в магазине на самом деле довольно слабо не знаю почему этот редкий релик иногда он дает жезлы но в магазин тоже ходить ради его активации не хочется лишний раз эммм щиты при входе в комнату сто процентов лучше чем хп нет штучка исчезла а мы уже на боссе мы уже били элитку видимо да видимо били ну давай на босса ктулху призовем ну-ка и погнали гляньте нам съест походу сотни монет нормально у меня 4 щита надо не получать урон я получил урон все сделки не будет что надо было скорость брать прям вообще взяли бы скорость думаю бы не получил может она не посчитает еще раз получил вот теперь точно сделки не будет вот теперь все хорошо джонатан тостер спасибо огромное за рейд привет здорово тостер спасибо огромное за рейд я очень очень благодарен и вот я видел в этом сегодня играли демку wizard of legend 2 да ну это вообще крутяк это прямо пушка что он надеюсь он выйдет в ближайшие 8 лет это звучит как отличная вечеринка ребят обязательно зайдите поставьте сердечко джонатану тостеру на твиче он гений рогаликов очень хорошо играет в рогалики в отличие от некоторых у меня например он так хорош супер крутой чувак обязательно за фоловки его мега классно привет тиан тиан пришел с рейдом второго тиан тостер привел тиана играли разные демки играть не во что не в magic of the сутками играть смысле играть не во что я не успеваю у меня предложка вся завалена играми я не успеваю блин ничего проходить у меня завал вечный там в баллатра еще 500 этих magic тут надо проходить в пеглине челленджи ну это наверное потому что я очень долго все прохожу да вот из-за того что человек быстро проходит игрушки хорошо играет много проходит он у него смотри игры кончаются все прошел уже вот зато смотрит демки какие то новые а я вот одни и те же magic of the игра да мы играем в magic of the на самой высокой сложности которая сейчас доступна и у нас новые жезлы удобный жезл вторичный слот плюс 3 энергии за каждый каст заклинания за каждый каст волшебный проводник просто просто жезл ну хотя не просто довольно маленькая задержка а у жезла кстати задержка получается высокая и много пока вставать тут не получится эмм реген маны 12 это неплохо эммм наверное возьмем проводник он большой красивый и в нем много дырочек а еще в мэджи крафт есть немного вайба файо потому что число слотов в жезле самый важный параметр луркер спасибо большое за стой с сердечком спасибо большое за поддержку но слоты в жезлах очень важный параметр да надо прям прям надо много ну вот мы взяли много так урон котиком да урон котиком подожди нет стой здесь у меня котики 3 0 33 но эти два жезла примерно одинаковые вот я буду кастовать отсюда но основной урон у меня будут наносить котики правильно вроде как правильно о кстати снятие проклятий пойдем снимать проклятия пошли снимать проклятие или не надо было не снимать может быть надо было не снимать Собирать билд на проклятие Так, ну сейчас у меня котики Очень стабильно призываются Потому что, смотри Скорость каста на втором Жезле хорошая, прям Такая Ну Вопрос на миллион Наносят ли котики Хороший урон, или они только для красоты У нас Я их зарядил всем, чем можно Ты знаешь, как минимум, на них мана не нужна Они там скастовались И что-то бьют, что-то наносят Наверное, не хуже, чем если я Усиление все на змею поставлю, да И денег много Деньги-то хорошо Ну да, в пасфэкзайле Лукер верно говорит, там Количество дырок в вещи Самое главное, если в вещи нет Шесть дырок То это трэш В броне И в двуручной оружке В остальных вещах Шесть дырок не бывает За исключениями Специальных вещей, которые добавляют Камни поддержки Но это не важно Ай, взрывы Гримуар И еще урон Так, ну давай Давай гримуар и урон И сейчас будем думать, как нам это сделать Так, у нас есть гримуар Что мы с ним будем делать? Комната, кстати, пошли сюда Моя любимая Что делать с гримуаром Это вопрос на миллион Да? Мы никогда не пройдем Оп 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 Гримуар скучный Пускай гримуар Спускает змею При использовании других жезлов Есть шанс автоматически Выстрелить жезла С этим заклинанием Не получится Видишь? Так, ну мы заряжаем Видимо котиков Мне нужно Спамить заклинание Чтобы у меня Работал О мой бог Мне нужно спамить заклинание Чтобы у меня работал Сюда, сюда, сюда Сюда И сюда Сюда, сюда, сюда Сюда, сюда, сюда Сюда Сюда, сюда 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 еще не ходил А, черт А, блин По-моему Это непроходимо, ребят Здесь нет выхода Это ловушка Джокера Я же все нажал Нет? В последней Я же тебе говорил Что такое безумие Слева Сверху А, точно Переразброс Одновременная стрельба Плюс Восемь Вот сюда Плюс восемь Поставить Надо только заклинание найти 150 рублей И магазин Пошли в магазин Нам нужны заклинания И саппорты И букет Заклинания Скастованные Этим жезлом Имеют случайную стихию Большой разброс Хороший реген маны Кстати Ну, вместо первого жезла Можно взять Да Явно лучше Плюс Плюс дает бабочек Бабочек Черная дыра Ктулху берем Рассепление тоже давай возьмем Вдруг пригодится И что еще Ой Что-то я уронил Не-не-не-не-не-то Это верни Щиты Попаем Щиты Мульти выстрел Кстати, хорошая штука Нужная Ай, все Проролить больше нечего Гремуар Плюс череп Ктулху А они не работают Он Одного только призывает Лимит призыва Один Или Подожди Или будет Три С гремуарами С тремя гремуарами Будет Три черепа Ааа Ааа Так Ну вот Это уже интересно Это уже Очень Интересно Кстати, мультивыстрел На котов Тоже по идее Надо поставить Так, ну и как мы Тогда это будем делать То есть мы типа Заходим в комнату Мне нужно Колдовать Гремуары На черепах После того, как я призвал Три черепа Я уже начинаю Колдовать заклинания Призвать котов Что-то мы медленно Разгоняемся Но вот Триктулху Это триктулху Ничего не видно Но очень интересно Так, иммунитет к замедлению И скорость Я помнишь На боссе жаловал Что скорости не хватает Мультивыстрел на котов Не имеет смысла Их максимум 5 Ааа Смотри У тебя за 150% Маны Призывается 2 кота То есть Ну Экономишь Ману Чтоб 5 призвать Вроде как Нормально Нужно череп плюс Сделать Ну тут это Что мне перекидывать Что ли Идти бабочек Ктулху И всех остальных Давай сюда еще Ктулху поставим Тогда Пускай здесь Ктулху тоже призывается А, секретка Окей Спасибо Здесь темно Чет А, светло Опять темно Ешкины кошки Окей Побежали Бежим Ай Мои щиты А, чёрт Мы все умрём Ааа Горим Ей Поэтому я не играю в платформеры Ты упал в яму Стоило на того Ты знаешь, роба Мерлина на самом деле стоило Плюс 2 регина маны и кубми микрии Плюс Ого Фига, конечно, стоило Вот это поворот Так Ну кубми микрии Плюс таймба, он копирует любое заклинание Делает его второго уровня Да? На криты котам А, вплоть до второго уровня То есть нужно, чтобы этот был второго уровня Мимикрию на кремуары И не хватает маны Не получится ми микрию На криты котам даём Пока ми микрию Пускай дамажит Так, ну пошли Пока сюда Альтернативно можно, конечно, ктулуху закачать Мне не нравятся эти гримуары С ними мороки много Хотя, наверное, бессмысленно их не использовать Нам нужны заклинания поддержки для ктулуху Пошли заклинания искать Что-то у нас Окей, идея такая Мы заходим в комнату Кастуем один гримуар Потом стреляем Потом кастуем второй гримуар Когда там отрегенилась мана Получается немножко Душная по Геймплею Тактика Ну потому что Надо не одну кнопку нажимать А три А это ни в какие ворота не лезет А ещё я ничего не вижу За этими ктулухами Вообще ничего Яд И урон Отлично Так, ядаём ктулухам А урон Тоже пока ктулухам А потом мы Сделаем Вот А потом мы Сделаем Соединим урон И скопируем его Кубом мимикрии Награ Навсегда увеличивает Скорость движения На 0.6 О, какой хороший зелье Кстати, а чё я на первого Босса не бахнул Там Зелье замедления И всё остальное Кто знает И я не знаю Так, ну это не босс Поэтому На следующего босса Бахнем Всё Так, гримуар Пошли сразу Один гримуар Теперь Напризывали Котанов И Он поймал У моих змей Отстань от меня Ещё один гримуар Давай Он чё, заклинания Отражает, что ли Ээээ Ты чё творишь-то Вот что, так можно было? Катаны, бейте его Букета рандомная стихия, яд туда бесполезно А, тогда яд катанам У, урон плюс 50% кайф И цепь молний, может быть, на катанов будет работать Так, ну урон второго уровня катанам, да Яд тоже катанам, мультивыстрел, пробивание А у Ктулху будет просто 3 урона Цепь молний, на катанов будет работать, как ты думаешь? А, и кубми микри на урон плюс, все верно Угу Найс Кайф Ммм, пошли, наверное, еще за заклинаниями Нам еще какая-нибудь нужна поддержка для... Для змей Точнее, не так Нам нужно змею заменить на что-нибудь Попроще Змея Хотя, что, я ее использую просто, чтобы призывать, получается, котов, да И все Весь урон идет с котов Ну, значит, нужно какое-то заклинание, которое поможет с поддержкой У меня иммунитет к яду, кстати Нет У меня нет иммунитета к яду, кстати Да, нет А вместе с катанами там еще щупальца, между прочим Так что вообще кайф Окей, в яд наступать не надо Плохая идея Окей, тогда яд... Пока положим на ктулху, хоть он и не работает Пофиг Еу, еще урон Паразит Ох, вы паразиты Слушай, урона много не бывает Максимальную ману, кстати, тоже взять бы Паразитов к катанам добавить Наверное, отличная идея, да? А, ну и урон возьмем Еще урон сюда Нифига у ктулху урона Хо-хо Жесть Яд на змей А пускай будет яд на ктулху Он, кстати, может быть и работает Вы говорите, не работает, а он, может быть, работает Вы уверены, что он не работает? Он сейчас работает Вроде ледяной ктулху, а яд стакает Так, чего я тут наполучал урона? Непонятно Поставь бабочек вместо змей и переразброс Радугу, может быть И мистический взрыв бабочек вместо змей Бабочек, радугу, взрыв Бум-бабах Ну, тут у нас тогда нет Нужно что-то, что меньше всего маны тратит Не надо переразброс Надо? Переразброс ускоряет скорость каста, да? Цепь молний На бабочек Работает Разве не выгоднее просто призывать много щупалец? Я так понимаю, после того, как коты набрали лимит Они перестают призываться и начинают призываться щупальца Нет Ой Сундук Где? А, сундук Найс А где коты? Сейчас сорванет Бежим Ой, рвануло Блин Бабочки в атаку Вперед Нет, слушай, мне кажется, коты хорошо дамажат мне Или нет Может паразиты нам не нужны? Паразиты, мне кажется, руинят своим дигеном О, урон 20% урона надо брать На призывах далеко не уедешь? Ну, давай попробуем убрать котанов И паразитов попробуем убрать И... Рассипление, я не знаю, работает или нет Попробуем так Это шафл Здесь котик второго уровня Вот здесь А-а-а Чат где? По-моему, в центре Первый Третий Твитч за первый, Титуб за третий А я за второй Твитч говорит первый О, точно Е-е-е Котики второго уровня Е-е-е Котик крушить Окей, у котиков урон 30 с баф Базовый урон 12 У ктулху 9 Ну, давай попробуем котиков с паразитами, да? Потому что под них хороший урон шел Окей У котиков получается лимит будет в 5 Но Но Они второго уровня И Они с паразитами Не особо долго живут Зато у них высокая скорость атаки Ну и там мы на их накриты И на все закачали Ну, вроде Вроде красиво котики там мажит, да? Вроде хорошо Так Надо в кузницу идти Срочно Первым делом Урон Бам И все, да? Так Но урон второго уровня Это хорошо Но мы его у ктулху оставим Череп Слушай, подожди А я же могу одновременную стрельбу поставить У меня и котики, и ктулху одновременно призывались Маны не хватает Рассепление у котиков кайф Оно работает? Нет Не работает Оно на бабочке будет работать, по идее Но, наверное, оно Маны слишком много жрет Работает? А у них выстрелы расщепляются, да? Окей А-а-а Окей-окей-окей Нам бы еще расход маны сократить на них Может, действительно мультивыстрел убрать? Ну-ка, давай посмотрим, как без мультивыстрела Ну, шило нам мыло, да? Так просто по одному призываем, а так двоих, но за всю ману Так мы призываем одного за половину, а так двоих за всю Не, по-моему, с мультивыстрелом чуть-чуть дешевле Да, с мультивыстрелом, короче, лучше Эммм Ну и давай реролить тогда все остальное Кроме котиков и щупалец Реролим мистический снаряд Змею и радугу О О А-а Э-э О Ммм Пуля, кстати Дешевая сердито для каста котиков, да? Вот Нам бы пулю второго уровня в идеале А если уж дамажить пуля все равно не будет И Жизнь после смерти для призванных существ Вот в теории на котиков Оно, кстати, сможет будто не стакаться сверх лимита Давай-ка посмотрим Четыре Ага Пять Лимит, по-моему, все равно на них действует Два Я не вижу больше пяти И паразиты не похожи, чтобы воскрешались Нет Жизнь после смерти, короче, будет для щупалец Если мы сможем найти, как их использовать Пока что щупальцы у нас отдыхают Так Ладно Ядка там нельзя Они лужи будут оставлять Я в них буду наступать Давай сюда режим энергосбережения, да? Поставим просто Потому что пуля у нас не дамажит Мы только ей призываем Да, неукротимость, короче, в запасике Вот это наши запасики хороших вещей Пробивание котам вернем Бабочки, может быть, кстати, пригодятся когда-нибудь Так, ну и мы вот, по идее, вот так спамим пулю Для призыва Котанов Да? Видимо, да Видимо Что-то типа того Надо было, кстати, пойти в магазин И купить лечилок Вот что надо было делать А я Этого не сделал Потому что я Молодец И вообще ничего не боюсь Да Слушай, ну мы, кстати, впервые собрали многокнопочный билд В котором надо переключаться Вон, призывать гримуары, сктулху Все дела Прикольно Котики И еще расщепление Расщепление, видимо, мы собираем Оно Вроде как работает Жертвенное зелье Вычитает 20% текущего Количества жизней Давая соответствующее количество монет Ага Понятно Так, это давай выпьем А зелья Ну, это на будущее Кстати, пошли за хпшкой Сейчас вместо заклинаний Я думаю Хорошая идея Я думаю Неплохая Что у меня Ктулху такие маленькие Ктулху Они же раскачиваются Да Если бы я без гримуара Колдовал одного Ктулху Он теоретически Между комнатами Апгрейдился Но практически У нас нет Выживаемости Для него То есть Мы не нашли там Жир тролля Или как оно называется Которое дает Регенерацию жизни И максимальную хпшку Поэтому у меня Такое чувство Что Ктулху Жить долго не будет Ну Ёшкина Кошкин Взял Наловил урона Шкатулка Душ Шкатулка В душ Он же сам хилится Ну Все равно Все равно Мне кажется Что так В итоге лучше В гримуары Как-то Понадежней Ну и ДПС В итоге Больше выдают У нас сейчас Весь ДПС Идет с призывов Вообще весь Ну котики Вносят там Львиную долю Да Но Ктулху Тоже Ничего так Окей Зайдем в магазин И затестим Если Ктулху Вообще не дамажит То конечно Лучше тогда Поставить одного И пускай он танчит Качается И танчит Змея Задержка 60% Нам сказали Что задержка Это на самом деле Хармин Хорошая штука Она уменьшает Скоро Увеличивает Скорость стрельбы Да А я думал Наоборот Уменьшает Пуповина Держите Ктулху Пуповину И заклинание Левитации Окей У нас 12 щита Сейчас надо Босса без урона Пройти Чтобы получить сделку Поэтому Мы на второй фазе Бахнем Замедление времени А на первой фазе Невидимость Так Здесь надо Настакать Гремуары Поехали Я кстати Не уверен Что зелень Невидимость Против этого Чувака Работает Хотя Вроде Работает И Наши Все Самоны Просто Испарились А Ктулху Вообще Не живет И я Наполчал Кучу Урона С Без шансом Ну, яшкины кошки Замедление времени на него Давай Огонь Стреляйте в него Сейчас как ускорится резко И я словлю тычку От лазера Ну, урон у нас есть Урон хороший Гримуары не живут вообще Я наполучал урона Змеиный вальс Та-та-та Та-ра-ра-ра-ра Или астероид Нам нужна низкая задержка интервал И много региона маны Второй, у него стоимость маны снижается 90% Я вот не уверен, что я хочу На самом деле объятия менять Можно букет на что-то поменять Может... Не знаю Букет как таковой нам ничего не делает Только стихию дает Тулхам Но снижение маны астероида Тоже бесполезно Так, подожди Что если сменить проводник И поставить вот это Там столько же слотов На один меньше Нет, столько же Столько же Оригин маны намного лучше Значит, котаны будут лучше призываться Котаны крутятся Вращаются по орбите Орбитальные станции котов О, кстати, прикольно Ха-ха-ха-ха Класс Так, ну ускоритель убрать надо, да? Руну резонанса мы поставили На самом деле Орбитальные коты Неплохо А если орбитальных Ктулху поставить? Ну, Ктулху Тоже ничего Так много их получается Но все-таки Они первого уровня Акты второго Так, а если мы Ладно, давай Это орбитальную шляпу Уберем Она слот занимает Который для чего-то хорошего Пойдет Если мы сделаем Так, так, так Поставим все-таки Ктулху И котов Сюда, например Режим энергосбережения Как это будет выглядеть Ну, может мы, кстати Повысим ДПС Орбита неплохие бафы дает Ну, она Плюс 3 длительность Дает Но Бесполезно Вроде неплохо Так, теперь вопрос Букет или не букет? Я думаю Все-таки Для Ктулху Оставляем букет А вот Гримуар я уберу Что-то он Не взлетает А, еще Паразит же у нас Да Ну, давай Паразита А Критетов Критет дадим Ктулхе Пробивание Мультивыстрела Мне кажется Очень хорошо А Криты Пускай будут Ктулху Ну и у Ктулху Будет один Без гримуара Наверное Он тогда Качнется И будет лучше А этот А этот мы тогда Оставляем Потому что Объятия Микрокосмоса Снижают Ману Расход Маны Всех Жезлов Хотя Блин Тут больше Слотов Можно еще Что-нибудь Наставить Ускорение Ктулху Будет Быстрее Бегать Может быть Дать ему Неукротимость Тоже Почему нет Орбитального Ктулху Можно Я обожаю Эту Игру Лучшая Игра 10 из 10 IGN Ревью Best Game Of The Year Edition Это Лучшая Игра Все Фигня Baldur's Gate Подвинься Все Подвинься Здесь Летающий Паук Ктулху По орбите Вообще Пофиг Кайф Все Выйдем Так Поехали Станция Вызывает Орбитального Ктулху Орбитальный Ктулху Ответьте Класс Ну пошли Тестить Наш Билд На Орбитального Ктулху Наверное Нам сейчас Нужно Сделать Знаешь Что еще Прозрачность Самонов Эх Что-то Слишком Прозрачный Чуть Чуть Побольше Так Ну вот Теперь Более Менее Окей Ну орбитальный Ктулху Не дамажит К сожалению Потому что Он Вокруг Меня Летает Но В теории Это реально Круто И 10 Из 10 Вообще Кайф Мне нравится Я В восторге Орбитальный Ктулху Защити Меня Можно им Закрываться От врагов Орбитальные Книги Которые Призывают Орбитальных Ктулху Кстати А вот Это Идея Ну-ка Сейчас Затестим Орбитальные Книги Призывающие Орбитальных Ктулху Мне Нравится Ваш Подход Так Сейчас Попробуем При убийстве Врага Создает Волшебную Пулю Которая Следует За тобой На самом деле Хорошая Штука Улучшает Одно Из Реликвий Эх Нам бы Криты Улучшить Давай Попробуем Криты Улучшились Еее Так Орбитальные Кремуары С орбитальными Ктулху Вроде бы Работают Дамы и Господа У нас Есть Что-то Вы Создали Бонстра По-моему Орбитальные Ктулху Летают Вру Вокруг Орбитальных Книжек Но Это Все Кайф Потому Что Вся Эта Движуха Блокирует Выстрелы Врагов Класс Ничего Не видно На экране Но Это Жесть Зелье Обновления Так Это Что Это Монеты Дает Ну Мы Реально Солнечной Системой Стали Да Получается Да Упал В яму Кстати Намного Проще Следить За Тем Сколько У тебя Гримуаров В наличии Лучше Орбитальные Щупальца Они Стреляют Орбитальные Щупальца Давай Попробуем Орбитальные Щупальца Автоматическая Навигация А это Как Будет Работать Автонаведение На Котиков Поставить Кстати Окей У нас 130 Рублей Пошли В Магазин Дух Жезла Еще Паразиты Так Паразитов Точно Берем Рывок Нам Не Нужен Щиты Наверное Покупаем Ключ Тоже Дух Жезла Будет Хуже Чем Руна Резонанса Осадец Одновременная Стрельба Три Оу Там Два Апгрейда На урон Лежат Можно Эту Штуковню Взять Под Ктулху У него Видишь Стоимость Маны Большая Но и Урон 130% Для Ктулху Нам Пофиг На Стоимость Маны Верно И Еще Два Повышения Урона Даст Просто Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Слотов Столько Ж Кстати Реген Маны Получше Будет По-моему Это Наш Да Это Наш Так Мы Берем И Так Подожди Секунду Все Сломалось Тебя Выкинуть Пока Ах Ты Мое Солнышко Как Тебя Сделать Чтоб Ты Была Нормальная Так 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 Кстати Пуповину Надо Убрать Нафиг Ам Че мы Хотели Мы хотели Попробовать Гримуары Со Щупальцами Да Давай Попробуем Эй Щупальца Не Летают Щупальца Стоят На месте К сожалению Отстой Так Тогда Надо Возвращать Этих Ктул 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 Хятину Дай Воссаться Свой Модификатор Урона Плюс 30% Все Верно Дух Жезла Не Нужен Я Думаю Давай Паролем Кубик Кубик Да Кубик Хочу Кубик Куплю Самонаводка Тоже Наверное Надо брать Цепь Молнии Выкидываем Заклинание В выброшенном Посохе Вроде Нет Вроде Нет Орбитальная Ктул Это Глупость Полная Но Блин Весело Минус Деньги Почему Ну я Потратил Все Деньги Да Ну так Кеш Хно Что-то Хорош Потратил Нет Так Здесь у меня урон стоит Здесь стоит Пробивание Нужно Мультивыстрел Мне кажется Тоже Нужен Автонаводка Не знаю Она работает Нет На котов На котанов Предположим Что работает Предположим Что Работает Поменяй Старый Посох На тот Где больше Слотов Нельзя У этого Жезла Модификатор На все Жезлы На 20% Снижает Расход Маны То есть Он Очень Хорош Для Для Третьего Жезла Нашего Чтобы Котанов Призывать Стабильно Че Котаны Начали Перепризываться Даже Когда Их Максимум Или Нет Или Это Они Просто Зрываются Молния Редкая Точно Точно Редкая Ладно Пошли Пошли Отсюда Короче Я Запутался В заклинаниях Кстати Мне уже Маны Хватает Чтобы Сразу Два Гримуара Призывать С ктулхами И потом Еще Третий Докаст Вставать Все Котаны В атаку Котаны Что-то у нас По-моему Начали Неконтролируемо Призываться В бесконечных Масштабах Нет Или Они просто Быстро Умирают От Паразитов Поэтому Поэтому Так Получается Сколько Дает Урон Третьего Уровня Ну Я думаю 75% Я думаю Третий Уровень Урона Нам Действительно Не Нужен Лучше Ставить Двоечки А не По 50% Третий Уровень 100% Тогда Лучше Делать Третий Уровень Но Посмотрим Так Давай Радиус Это И Ну Как Минимум Двоечку Из урона Сделать Мы Можем Да Да Пошли В кузницу Делать Ли Третий Уровень Знаешь В чем Прикол Ктулху Если Будет Вот Такой Летающий Он Не Особо И Нужен В смысле Ему Урон Не Особо Нужен Кстати Криты Сюда Дать Да Режим Энерго Сбережения На самом деле Нам На пуль Поставить Да Ктулху Такое Впечатление Что Не Дамажит Ну Давай Посмотрим Че Они Тут Дамажат Ну Ты Знаешь Не Нулевой Урон Не Нулевой Ну Конечно По Глупому Крутятся А Если Убрать Гримуар Так Как мне теперь Гримуаров Перепризвать Чтоб вас На призывалось Все подряд Попробуй Гримуар Вместо Удвоения На третий Посох С котами Может Место Пробивания Ну Кстати Неплохо Да В итоге Котов Получается Больше И там Вон Они ДПС Под 2000 Почти Выдают Когда Разогнанные Ну Надо Паразиты Чтоб Не Были На Гримуар Может Перестанем Крутить Ктулху Может Перестанем Может Перестанем Крутить Ктулху Ну Наверное Мы Ктулху Делаем Короче Одного Тогда У нас Денег Нет Да Но Мы Можем Бахнуть Это Зелье Деньги Будут Кредит Кровью Вместо Самонаведения Поставь Урон Думаешь Самонаведение Руина Давай Поперекидываем Короче Все Что Нам Точно Не Нужно Это 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 Взрыв Трупа Давай не будем Не хочу Боюсь Что он Все Сломает Йоу Камень На слот И заклинаний Ох Мы сейчас Котиков Раскачаем Так Что делаем Котикам Слоты Заклинаний Плюс Кубом Копируем Будет Плюс 6 Слотов Плюс 4 Потому что Оно Займет 2 Но мы Им тогда Весь урон Сможем Всунуть И они Будут Просто Вообще Разрывать Давай Так Теперь Так Так У Да Огромные Коты Вот это сейчас будут Катаны Так, давай это в начало, чтобы оно не мешалось Мимикрию Сюда на урон Так, вы сюда Ты сюда, ты сюда Кошка, погоди Ты сюда Еще уроны Криты Типа гримуары, но гримуары вот сюда Так, здесь урон, урон, урон Три по 50% урона Здесь коты, которых Кастует гримуар И И Ну и вообще круто получается Можно им еще где-то урона попробовать взять Ускорителя им дать на скорость полета Заклинаний, тогда Урон можно соединить, но пока не нужно Слоты есть, смотри Паразиты на гримуаре Паразиты на гримуаре Бежим Окей Посмотрим, как это дамажит Если я три новых гримуара призову И глянем Урон стал меньше Да Двойной разброс Окей Мультивыстрел Расщепление Может два расщепления Но это, наверное, не будет работать уже Что-то странное Расщепление И автонаводку Автонаводка точно работает на котов? Вместо двойного Самонаводку По-моему, двойной нужен, иначе гримуары слишком медленно будут их призывать Получается, на 50% будут медленнее призывать Самонаводка, кстати, работает Смотри Работает Так, давай дальше перекидывать Что нам не надо Взрыв трупа, короче, делать не будем Перекидываем Криты надо Цепь молнии точно не нужна Слушай, заморозку я бы на самом деле дал бы Вместо чего? Вместо ускорителя, наверное Пуповина, я думаю, не нужна Энергосбережение оставляем Радиус перекидываем уроки немало меня вынтере генманы кстати сюда нам объединить урон мы потеряем 50 процентов урона ну тогда слот освободимый криты можно будет поставить пока давай объединим урон я думаю вы правы поставим критов и в итоге будет урон больше она мы два слота даже освобождаю ну так вообще тогда кайф тогда еще тогда ускорение сюда на ускорение заморозка можно не мимикрировать просто первый слот у нас тут вроде сейчас все нужное стоит я тоже мало дамажит на него слот не стоит тратить а пробить и пробить и вместо ускорение они столько яда могут настакать там лимит видишь можно настакать вплоть до восьмидесяти без уровней ты не настакаешь больше чем 80 в этом то и проблема кстати вот это убрать сюда так и у нас бесконечная мана во втором жезли для каста чего для каста гримуаров бесконечно это бессмысленно слушай гримуары здесь бессмысленны они ничего не делают ну-ка давай щупальц попробуем гримары это x3 котов гримары в три раза больше котов вроде она так не работает подожди я могу здесь у меня стоит лимит призывов но она все равно перепризывает или гримуары смотри я зажимаю вторую кнопку у меня перепризываются гримуары и все коты исчезают которых они призвали видел он перепризывался только что надо вручную кастовать и все кстати да ну может быть а урон меньше стал когда на даруну резонанса убирать и паразитов надо убирать что-то коты не стакаются давай посмотрим что будет вот три гримуара без паразитов они очень медленно и призывают да когда убивают гримуар умирают все коты которых он призвал то есть сферического манекена в вакууме мы бьем хорошо но в бою я сомневаюсь в этом в эффективности потому что на боссах и на сложных противниках это не будет работать нам снесут гримуары и все слоты срезают сильно урон так подождите ну теоретически урон огромный я думаю нужно убирать гримуары паразитов гримуаром тогда будут все коты призваны и призванные гримуарами умирать я думаю лучше щупальца коты без гримуаров с паразитами вот вот че я думаю вот так и колдовать их вот вот этим и возвращать руну резонанса сейчас посмотрим тогда у нас стабильно призываются щупальца и коты когда котов максимум призывают щупальца кота когда не максимум призываются коты дать ябка там посмотреть что будет дпс сильно просел был 2000 но это был дпс по сферическому коню в вакууме с максимал с максимум призванных гримуаров что там урон от яда 80 яд лимитируется на 80 яд фигня точно он в два раза меньше стал но у нас не буду нам в бою будут сносить просто гримуары ну давай попробуем хорошо давай попробуем гримуары на котов будут ли они держаться я сильно сомневаюсь и мы уберем тогда кубами 3 1 чё на убралась не в ту сторону куда надо было сломалась переставлять помогите гримуары каст вручную на котов во второй жезл идеально зайдет улучшенная магическая пуля можно поролить на третью я луркер абсолютно прав спасибо большое надо поискать сколько времени вот прошло прежде чем они набрали этот дпс чат секунд 20 то есть должны жить гримуары и все коты и только тогда вот они набирают 2000 дпс да я говорю это вот сферический конь в вакууме как только вот их начали убивать я начал типа перезвать новых она сразу проседает до того же уровня давайте попробуем но я на всякий случай да как говорит луркер волшебную пулу попробуйся на ролики асс в че ролики скорость ктулху оп мы на ролили ктулху и и второго уровня вперед мой летающий друг может яд перекинуть на самом деле яд уже нифига не дает уже слишком мало урона наверное яд слизь я бы оставил для ктулху давай искать давай искать все эти хорошие задержка пофиг на задержку пусть и лазер не нужна пуля пуля лучше а все денег нет ноль рублей ноль копеек норм бегали тут решили полчаса билд собирать ну мне кажется слушаешь 90 процентов фана в этой игре это собирать билды хотелось бы еще мимикрию сюда на криты давай заморозку ктулху дадим уберем его с орбиты короче дадим заморозку а тут мимикрируем еще критов я думаю это будет нормально криты нам будут лучше чем урон у нас потому что релик на криты на крит урон ну и крит множит урон блин задержку я всю рерольнул я чуть передумал я решил что нужна была бы задержка а ладно пошли пошли играть ктулху убрать расщепление да ему особо давать не эти вода орбиту мы решили убрать ну пошли пошли тестить как это будет работать ктулху призван пошли играть я упал так ну два гримуара живут котов призывают коты дамажит вангую смерть на боссе очень быстро потому что гримуары просто сдохнут от ауе атак боссовских и все зелье иллюзии но в комнатах тащим кирка старателя урон за монеты да все уже поздно давай просто урон секретка секретка а в секретке мое любимое запомнили запомнили ай ай так 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 он так хорош говорили что он руина а он и не руина кристалл мороза плюс та-да-да с первой попытки и не процент варлок world record спидран после того как котики разгоняются мне кажется урон у нас не меньше чем был на имбе в прошлый раз а то и побольше главное чтоб эти котики жили на боссе урон больше вообще со мне ну потом мы собрали вообще штуку которая ваншотала все но до того как мы сделали ваншота еще и все у нас прям котики сейчас тащат кстати в чате много писали что типа билд на самонов фигня а самоны не взлетают ну вот пока что очень даже взлетают знаменитые последние слова ну вот тестим на элитке смотрим как как будут жить наши гримуары классная элитка все дизайн боссов элиток мне здесь очень нравится я в восторге так два гримуара сдохли успешно ну прокастовываем ничего не боимся главное что они без нас разберутся если чё и все нет котов нет урона вот то чего я боялся в итоге теряем весь дпс когда теряем гримуары прошли прошли неплохо живучись бы гримуаром бархатная тяга шанс крита плюс 5 когда заклинание наносит крит урон по врагу к этому случайно притягивается два других врага в радиусе 8 метров и наносят такой же урон ты давай ка сюда так лазер плюс тоже давай а есть у нас у котиков по идее шанс крита огромный ну ка давай вместо пробивания попробуем поставить да использую другие посохи так у меня в одном ктулуха стоит а второй бесполезен то тут даже нет смысла ничего поставать урона не будет пробивание оставить а что убрать что убирать если пробивать пробивание дает в два раза больше урон пока понял слышал хорошо а это как поставить тогда вместо одного крита ну ладно давай вместо одного крита кстати его скопировать не будем то есть то есть то есть мы пришли тестить блин надо было за реликами идти чего за бархатные тяги куда тянутся наши тяги зачем для чего что ты думаешь он не дамажит вроде да вот эти головы очень живучие котики их съедают быстро адские коты пожирают демонов на ужин на завтрак тоже ай что делает задержка снижает увеличивает скорость стрельбы ну я вторым джезлом не могу пользоваться ну могу но он ничего не дает если сюда бы волшебную пулю улучшенную тогда был бы смысл для накладывания дебафа но у нас ее нет пробивание плюс один пробивание становится отражением а есть еще переразброс переразброс лучше да вы правы переразброс лучше вообще и переразброс там она не хватает переразброс больше снижает задержку чем задержка ну опять же бесполезно потому что мы видимо играем через гримуары знаешь что было бы удобно чтобы был где-то счетчик сколько у меня там гримуаров призвано сколько котов в пасфокзайле очень удобно там видно сколько у тебя самонов в циферках вот такое же где-нибудь в углу здесь бы там убрать разделение призвать по одному нос критами а то давай попробуем мультивыстрел скотов убрать добавить им еще крит тогда максимальная мана взрыв трупа тут нам ничего не нужно максимальную ману можно было бы поставить мана уменьшена на 10 процентов пофиг снимает случайное проклятие давай фонтан у меня одно проклятие на повышающие кстати стоимость маны я бегаю с этим всю игру да плюс 15 процентов стоимости маны пошли что ли снимем его вот это я руина оно что гримуары тоже действует они медленнее котанов призывают вот кстати гримуары по одному призывающие котиков на самом деле плохо не по-моему сделали хуже коты медленнее еще спавнятся или нормально так ради одного проклятия релик променял так это же множитель о риген маны е е е 4 в секунду найс вай по-моему мультивыстрел хорошо работал мне кажется мультивыстрел надо ставить оставлять. Да. Не, мультивыстрел классный. Коты быстрее призываются. Они, может, лучше дамажит, кстати. Так, я опять запутался. Это у меня пробивание. Это у меня самонаведение. Это мультивыстрел. Это расщепление. Значит, крит дать ктулху. Лишний. Не, мультивыстрел хорошо. Хорошо. Мультивыстрел прям, прям классный. Да, смотри, насколько быстрее коты стакаются. И я думаю, мультивыстрел еще и работает на их, собственно, выстрелы. Поэтому они больше дамажат. Может быть. Я не уверен. Ай, ай! Не всегда я вижу, сколько у меня гремуаров. Иногда лишний раз призываю гремуары и теряю котиков. Орбиталку на котов, чтобы они дефали их. Орбиталку на котов, не на гремуары. Ха! Чтоб коты летали вокруг гремуаров. Слушай, а может на все это орбиталку дело? Вместо чего? Ну, крит отдавать нельзя. Ну, ты хоть бери еще слоты, добавляя снова мимикрей. Ну, ставим слот и получаем еще меньше урона. Убрать автонаведение? Вот, давай затестим. Давай посмотрим, что будет. Кстати, гремуары тоже, может, пускай будут летающие. Котов вокруг нас. Уж не знаю, будут. Не, а, наверное, так они будут больше урона получать. Окей, котов попробуем действительно поставить. Чтобы они вокруг гремуаров летали. Пошли тестить. Орбитальные коты вокруг гремуаров. Ай, у них выстрелы становятся орбитальные. Ха-ха-ха! Вот это да. Посмотри на эту жесть. Коты-пилильщики. О-о-о, этот, по-моему, еще лучше. Хо-хо-хо-хо-хо! Красивая. Вы имбу продаете? Нет, показываем. Красивая. Так. Давай, наверное, еще регион маны. И пошли, наверное, ролить. Оп. Дублирует все хилки, щиты, монеты. Е-е-е. Так, у нас 71 монета. Эмм. Ну-ка посмотрим, сколько эти орбитальные котики дамажат. А вот считать теперь будет очень сложно. Но я вангую, что они на самом деле больше ДПС выдают, когда попадают. А если сделать орбитальными все? Чтобы вокруг меня летали и коты, и гримуары, и все-все-все. Ага, ну тогда мне целиться придется. Видишь, они так летают. Мне надо будет... Ну, я тогда могу, конечно, прицельно навести, и там будут миллионы ДПСа. Ха-ха-ха. Ну-у-у, да. Ха-ха-ха. Жесть. О, пошло ли ломать 4000. Найс. Так, ну это мы будем, короче, сломать игру опять. Я не против. Я за. Давай реролить. Че нам тут не нужно? Лазер. Два переразброса. Ну, переразброс... Наверное, нет. Гроза нет. А вот и сыворотка троллей. Призванные существа плюс 80% жизней. И регенерация 5 в секунду. Аж джойстик упал. Вот и живучесть для гримуаров и котов. Надо ставить. Я вот думаю, может время снова делать больше слотов. Чтоб сюда сыворотку впихнуть. И наведение нужно. Давай возвращать, короче, слоты. И делать это все дело. Так, так, так. Автонаведение тоже поставим. Что еще? Сыворотку надо обязательно. Даст живучесть нашим котам. Нафиг бархатную тягу? Думаешь, она не дамажит? Мне кажется, дамажит. Наведение с орбитой не работает. Сейчас проверим. О, какие коты здоровые. Стали. А, точно. Наведение отменило орбиту. Окей. Тогда наведение не нужно. Так. Мы все равно можем сюда крит урона. И заморозку, кстати-ка, там дать. И вообще будет кайф. Заморозка тут даст тоже защиту хорошую. На боссах заморозка чуть-чуть прерывает действия босса, по-моему. Или урон сильно снизился от еще куба мимикры. Ну, мы плюс два слота выиграли. Ну, мы поставили заморозку и сыворотку. Сильно снизился. Сыворотка должна того стоить. Нет? Может и нет. Было 4к. Снизился в два раза. Ну, тогда сыворотку, заморозку отдаем ктулхе. Да ешкина кошка, опять что сломал? Что сломал? Ну, что творишь-то? Потерялась. Прыгала на батуте и потерялась. Так, смотрим. Верни тягу. Поставь тягу. Подождите. Слушай, ну тут мне кажется, что урон в 4к там в идеальном варианте у нас получилось, когда мы идеально навелись. Может, тяга работала? Паразитов можно поставить, они компенсируют потерю ДПС от мимикрии. Паразиты дают 30% скорости атаки. Кстати. Луркер дело говорит. Надо возвращать и действительно ставить паразитов и сыворотку. И сыворотка с паразитами в итоге выйдет в плюс и 30% скорости атаки компенсирует потерю урона. Опять все переставлять. Да что ж ты, черт побери. Где творишь-то? Давай, спасибо, луркер. Луркер фигни не скажет. Вот видишь, чат. Хорошо, что вы есть. Чтоб я без вас делал. Ну что, переставляем обратно. Все правильно говорит. У нас к скорости атаки никаких бонусов нет. Значит, паразиты это чистые 30% ДПСа. Вот просто без модификаторов. Аааа. Так, ладно. Тогда ты сюда. 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 Ты. Ты сюда. Что мы еще решили, что сюда добавить будет? выгодно они умирали с паразитами вообще жить не будут у них будет сыворотка которая дает им 80 процентов хп и 5 регенов в секунду а паразиты дамажат 2 в секунду то есть мы в плюс 3 в секунду выходим тягу на тяга уже стоит криты данный гримуар паразиты не нужны точно смотрим ну вроде в зависимости от позиционирования котов до урон может даже кстати и повысился да смотри четворят работа это теперь теперь давай попробуем реролить и наролить и пробивание второго уровня найс кайф давай дальше максимальная мана взрыв трупа точно не нужен пускай будет пока она ману рероли неукротимость второго уровня берем что мне еще лишнее но если мы делаем орбиталку то самонаводка не нужно но что делать неукротимость после смерти призванные существа живут 4 секунды кстати может ну и и нафиг она уже второго уровня ох двух к толку собрали сущность души используемые слоты 2 разблокирует новые способности для призванных существ улучшает эффекты новых разблокированных способностей для призванных существ чего о смотри чоп тулху получил добавляет 10 процентов урона в секунду в зависимости от максимальной маны жезла эффект эссенции череп тулху выращивать два острых усиков что делает его более смертоносным для врагов острые усики и усиками его усиками давай я надо котов попробовать этим усилить опять переставлять да ёшкина кошка чё переставлять то ну криты тогда чё убираем да криты бар криты убираем надо без критов бархатная тяга бессмысленно хотя надо 5 процентов как пробуем гримуар каждые 9 кастов гримуар будет автоматически телепортироваться в определенное место использовать усиленную атаку ну ладно котики 20 процентов шанс что атака папка это превратится в мощную бомбу окей окей котики взрывают котики делают бабах а личинки на личинках не написано взрывные коты я посмотри на эту жесть класс я люблю эту игру я ее просто обожаю так и задержку давай роль ним апгрейд на крит на из и денег нет супа есть может мы впихнем как-то крит второго уровня тогда вместо бархатной тяги и на тебе ктулху бархатную тягу я не знаю зачем на тебе это на тебе это пускай будет вместо личинок не летинки нам дают кучу дпс а потому что 30 процентов скорости атаке второму посоху автокаст да второй посох бесполезный он там нам ноль урона на втором посохе его нет смысла колдовать короче пошли пошли тестить все будет я я не представляю пошли смотреть разгоняемся медленно довольно пока нет пока не на призывались котики а потом и котики выпиливают все я думаю ребят надо короче убирать крутилку потому что я не смогу доджить надо самонаведение ставить крутилку убирать я я не могу с этим доджить слишком даже с такой прозрачностью вокруг меня летает миллион котов и мне нужно подходить врагам чтобы дамажить надо собирать крутилку я ничего не вижу крутилка крутилка звучит как отличная вечеринка до давай самонаводку чайку пока не буду ставить мне кажется 20 процентов урона лучше и самонаводка тоже режим зарядки нет тоже нет но пускай будет прозрачность полов на максимум будем дамажить вслепую ну так не интересно можно наводку убрать поставить тягу но на боссе тягов тяга это тройной урон в толпе пока мы сейчас босса завалим а потом подумаем правильно правильно поехали стакаем гримуары да на боссе помощью паразитов гримуары будут быстрее призвать котиков помог гримуаров скорость призыва упирается в ману стоимость маны они в скорость атаки гримуаров так что не получится а нельзя настакать ну давайте котики покажите ему гримуары летают давай 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 котиков то побольше а они выстреливают бомбы как артиллерийские таки да прикольно я щас сосредоточусь ребят позже забег крутейший очень не хотелось бы его слить и мне нужно сосредоточиться на экране происходит куча всего сейчас котиков сольет все да да и все гримуары упали ну ничего перепризовем я перепризовем не перепризовем он буквально бьет на весь экран и всех сносит да за мной какая-то я шпирица ползает котики стреляйте в него и за счет чистого урона просто задушили за задушили дпсом безупречный 210 маны 21 реген вторичный слот плюс 130 энергии за каждого убитого врага 3 мультивыстрела с камнем ну короче он будет выпускать камни когда убиваешь врагов до камнем по голове примерно миллион камней лишенные света 200 маны 20 реген стоимость маны 70 вторичный слот энергия за каждое попадание по врагу ух мы сможем мы этого лишенного света сделать рабочим наверное но наверное оно того не стоит потому что это придется все переделывать думать как этих котиков настакать и что ими активировать по моему надо не трогать по моему свету надо не трогать света пускай лежит а мы возьмем безупречного вместо ктулху да сюда вместо второго жезла нельзя второй жезл дает 20 процентов меньше расходы маны на вот этот последний посох на безупречный просто кстати раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать четырнадцать у него столько же слотов ну что эти камни по плюс два добавляют короче столько же слотов только мы еще получим камни что неплохо и реген маны больше будет да тут 23 с бафами а здесь 21 чистый один больше они дают плюс 3 они дают плюс 3 но они один занимают то есть плюс 2 да мне кажется это хорошая идея вместо первого ктулху в минус первый кстати с бесполезен третий тоже режет стоимость до пока давай вместо ктулху посоха там посмотрим смотри если нет отсюда нельзя ничего вытаскивать да у раз два три четыре пять нет стой три четыре пять все таки в нем меньше слотов как что нам мешает перенести до вроде ничего посох надо держать в руках разве аааа думаешь а может так будет работать давай проверим короче сейчас затестим скоро узнаем с камнями надо держать а нам эти камни нужны они работать будут только в комнатах чат зачем нам зачем нам камни они работают в комнатах комнаты мы и так выносим по музыку 3 секунды котами нужны но на больше не будет работать вместо камня пулю они здесь залочены видишь как мультивыстрелы и камни здесь залочены их не поменять к сожалению так что хотелось бы но нет камня шанс крита 105 процентов но эти камни будут дамажить очень хорошо ладно короче пошли затестим я оставляю посох от ктулху старый валяться он бесполезен сейчас затестим котиков безупречны камни будут наносить урон из-за огромной скорости стрельбы копчиков камни срабатывают когда ты убиваешь врагов а не когда наносишь урон вот так вот вот так вот сейчас затестим посмотрим котики в атаку вперед кстати на этом стоит же котики вообще будут жить хоть сколько то по-моему по-моему враги ваншотают и гримуаров котикам по 500 демеджа прилетает с каждой тычки можно ли максимальное хп с амоном сделать можно ли мы вот с Сыворотка троллей стоит. Ну, типа у них 72 хп. Но... Если прилетают на 500 удары... Так, уклонение нам пойдет очень хорошо. Надо еще одну сыворотку для самонов. Если мы ловим птычки на 500, то сыворотка ничего не сделает. Страшно. Давай смотреть, сколько урона наносят враги котикам. Может, и не все на 500 бьют, да? Может, мне показалось? Они за мной бегают! Окей, это была какая-то рандомная тычка, видимо. О-о-о! Наша любимая! Чат, погнали! Нет! Руина! Так близко и так далеко. Наверное... Я делаю то же самое, что в прошлый раз, да? Или... Или он гений? Нет, руина. О-о-о! О-о-о! Нет! Сюда! Окей, сюда, сюда. Так, 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 так. Так, так. 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 А, черт! Ха-ха! Так, так, так. Ага, все, я вижу ошибку. Так, 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 так. Угу. Теперь так, так. Не так. Все не так в этой жизни. Все не так. И ты не так. Когда твоя девушка маньяк. Оп! Близко! Так близко и так далеко. А, черт. Окей, вот так получится точно, я уверен. О-о-о! Вот оно! Вот оно! Сделали! Еее! В таких задачах начинать и заканчивать надо с точек, у которых нечетное число связей. Да, не, луркер. Я проверил. Надо, короче, начинать где угодно и оно получится само. Нормально. Спасибо, луркер, за стой с сердечком. Я думаю, ты прав. Поглощение маны. Шанс крита 40%. При попадании во врага восстанавливает 4 маны. А котикам такую дать? Сделаем бесконечную ману котикам? Если оно будет работать на них. Ммм... Давай автонаведение попробуем убрать. Это снаряд. А-а-а-а... Это не пассивка, это снаряд. Это снаряд! Ну-ка, и мы его будем реролить тогда. Есть дуэт. Кастует заклинание справа по окончании действия заклинания слева. Дать гримуарам снаряд на котиков? Ну-ка, и мы будем реролить на сильный поджог. Окей. Ладно, пошли, в общем, искать... Нам, честно говоря, заклинания, наверное, сейчас больше нужны. Чем релики. Знаешь еще, что у меня происходит? У меня гримуары телепортируются как бешеные. Такое чувство, что для тактического позиционирования гримуаров нужно, блин, убрать у них апгрейд. Капец, мы их самонов давят. Урон у нас огромный, там котики по тысяче критуют. 200 раз в секунду, но их сносят. У тебя будет ровно на один слот больше, если ты пересядешь на первый посох. Если... Культ булочек. Так, конечно, я булочки люблю. Но если мы сейчас будем переставлять весь билд, и в итоге не будет на один слот больше... Я буду очень недоволен. Слушай, котики не живут, к сожалению. Ты видишь, что происходит? По-моему, нужно возвращаться к тому, что было раньше. К автокасту заменять гримуар на автокаст. Потому что, посмотри. То есть вообще нереально. Точнее, котики норм. Но гримуар шотают, и вместе с ним исчезают все коты, которых он призвал. И мы ничего не можем сделать. Тычки по 80 прилетают. Да, 80 урона наносят эти ноги. Ну, то есть... Нужно два апгрейда на хп с ОМОНом. Хм, ну да. Держи карман шире. Ничего не могу сделать. Бери гримуар. Котики успевают посмотреть на врага перед тем, как их шотают. Приехали, да. Все было хорошо, но... ХП-шка у СОМОНов не держится. Замедление времени. С этого и с волшебной пулей мы ничего не надамажим, ребят. Ох, жесть. Кот. Так. Ну... Чего? Нельзя ли просто вторым жезлом дамажить? У нас нет билда на урон с заклинаниями. Можно сделать гримуар с трипл кастом, впихнуть туда котов, колонны, пожирателей, маны. У нас нет колонн. И как это поможет ваншоту гримуара? Какое условие у первого? За каждого убитого врага. У Ктулухо... 240 жизней. Но он выживет один удар. Ну, зупс. Огэ. Руна резонанса. Огэ. Хм... Щупальца попробовать сюда тоже добавить, да? Хотя нет. На котов вся мана уходит. Ну вот так. Поставь другую пулю, какая разница? Пулю маны вместо шариков, но у меня бесконечная мана. Хотя мана не кончается. Проблема не в мане. Пуля критует? Ну и чего? Урон больше! Четыре урона! Урон больше! Четыре урона! Будет наносить. Классно. Хм... Я думаю, может сюда ктулху добавить. Если сыворотка вообще не работает, может забить на нее нафиг. Что если вот так? Ну, вроде нормально, да? Ставь первое еще что-то. Чего тут поставить? Просто для красоты? Туда бесполезно что-то ставить. Коты слабые. Какие есть? Пошли пробовать. Нифига. Нормальные коты. Там еще щупальца тоже поддамаживают неплохо. Сыворотка бессмысленна, если их будут шотать. То есть идея такая, чтобы самонов постоянно перепризывать новых. И они хотя бы наносили все время урон. Окей. Щиты при убийстве врагов. И managers. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. так заклинание у нас есть 79 золота ну пошли ролить так сейчас что-то надо найти хорошие потом магазин пойдем здесь меньше нет так мы хотим режим зарядки точно не нужен камень емкости дуэт бессмысленный или нет думает радиус точно бессмысленный она дары ролить это вот это поглощение маны точно ядро пламени используемые слоты 2 урон заклинания плюс сто процентов поджигает пораженных врагов на 2 секунды нанеся 220 урона в секунду вот это вы говорили типа топчик до да она два слота занимает дает сто процентов урона вместо обычного урона ну уж нет давай еще другое 220 секунды это очень мало навигацию давай уберем и и криты нельзя у нас крит урон очень хороший что даст сто процентов урона за два слота вот это дает сто процентов за один слот ладно мы его поставим вопрос вместо чего бомбы убрать бомбы убрать ну когда я посмотрю насколько бомбы бьют да ну бомбы по моему дамажит хорошо нет я читаю нередко вылетаю не вижу насколько она бьет бомба бомба 385 бискрита но это хорошо это хорошо убрать автокаст или паразитов автокаст нельзя автокаст дает нам 25 процентов 20 процентов шанс не потратить ману не автокаст очень хороший кстати сущность души апгрейдит еще и ктулку я щупальца после каждой 3 атаки статака становится серией цепных атак со скоростью плюс 20 так что так что вот и 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 будет плюс 4 будет на 1 слот меньше 6 7 8 9 10 камни дают плюс 6 на право я запутался так по моему получилось вы правы я я тормоз ты идешь сюда ты сюда ты сюда ты сюда и у нас все влезло ура и автокаст все нужен все влезло ух ты пылающие коты ха ха посмотри на них адские коты ого дпс сразу вскакнул нифига себе варлок не меняя местами пассивки это ничего не меняет слышишь что это такое варлок делает то варлок не делает не меняя местами пассивки может мне не дышать еще и не умничать тут не разговаривать а подожди у меня еще один камень резонанса есть йоу погоди я тогда могу мимикрию сэкономить да окей и мимикрию бахнуть на что мне еще слотов сделать но уже вроде ставить нечего лоргер пайси в большинство на спасибо большое за стой сердечком окей сейчас будем делать мимикрию на ядро два слота займет ну вот ой стоит я помню забыл дверь же не открыть сейчас я я вам покажу сейчас я почему-то сюда я вам покажу это решить не мне ну вот если мне надо как девчонка вот Ох, жену не пускал домой Упс Слушай, ну мы Если еще один камень емкости поставим То Что тогда будет Получим еще два слота Можно поставить самонаведение на котов Но мы урон потеряем, нет? Будет нулевой урон, чат Мне кажется, она уже не окупит Можно потестить Не хочу Надо уже доигрывать Ай, ну ладно, давай потестим Хорошо Потестим, сейчас потестим Ну это все переставлять надо Что мы сюда хотим поставить Вот это что ли Самонаведение Ну так это урона точно не даст Тут нечего тестить Ну кстати урон чуть-чуть меньше стал Может оно того и стоит Окей, надо поролить Посмотреть, что мы можем Наролить Хорошего Так, реген маны нам больше Вроде не нужен, да? Или нужен Ктулху две звезды Наролить Поставить сыворотку Ну вот я кстати тоже думаю Что на самом деле сюда Если что-то ставить То сыворотку для Хоть какого-то выживания Вместо это Вместо бархатной тяги Что-то коты слишком метовые Пора нерфить базовый дамаг Раз в 10 Госпожа Патрикеевна Вы игру перепутали Это не пеглин Кстати смотри Как будто бархатная тяга Куча урона добавляла Но это потому что здесь Типа три противника Я думаю На бойсе будет не то Окей, я дуэтр и роллю Урон Нам честно говоря Просто урон уже не нужен У нас цифрового урона Процентного дофига Эти 25% нам ничего не дадут Бессмысленно Ктулху Окей, и мы решили Что гримуар бессмысленный Можно его рерольнуть Мимикри Заманчив Орбиту тоже вроде Играть не будем Паразита получили Все хорошее Окей, я реролю Реген маны Коты Еще одни Еще одни коты Я режим энергосбережения Тоже реролю Нафиг Яд не нужен Пробивание у нас уже Второго уровня И у меня кончились деньги Окей Бархатная тяга Вроде самого Моба бьет Да Думаешь бьет Да Давай проверим А как мы здесь проверим И тут Рядом Ну вот Как будто с бархатной тягой Урон намного лучше Как будто в два раза Был лучше Ну вот не знаю Это из-за того что Три рядом стоят Или нет Короче все Денег нет А есть еще одна мимикрия Можно еще больше Слотов сделать И еще уменьшить урон Но это уже Точно не надо Второго паразита Поставить Кстати Для Вот если уж Вот вабанк Ити на Все это дело То Второго паразита Ставить И вот этот Чистый ДПС Как ты жить Вообще не будут Ну типа Нам вроде и не надо Они должны Надамажить здесь И сейчас И их все равно Будут ваншотать И это даст Кучу урона В теории Ну типа да Так Ну и третий у нас Для Генерации котов Зачем резонанс В первом посхе Ага Третьей маны Не хватает Ааа Я ману Рерольнул Да Ну молодец Я молодец Я умный Чтобы Был 20% Шанс Не потратить Ману Урона Второго паразита Не вырос Давай Был берем Давай отскок Поставим Посмотрим Может отскок Будет прикольно Как это не ставить Плюс 3 слота Ну как же Билд на превью Билд на превью У нас уже есть Вон адские котики Прыгают Спасибо лоркер За столь сердечком Кайф Все я ухожу отсюда Пошли отсюда А у меня денег нет Пришел в магазин Блин Стой Зелет дублирования Даст мне Хилки И ключ Отлично Это наверное Последний магазин Так что Давай его Базилия бахать Ну пошли Я не знаю Че тут троллю Денег нет Урон есть Денег нет Но есть урон Но проблемы с маной Опять образовались Я все снижалки маны Угробил Сюда надо снижение Расхода маны Какое то Где его взять Расщепление убрать Отсюда надо Дурак О Совсем другое дело Зачем это расщепление стоит Нормально Сейчас все будет Давай коты Вперед Одноразовые котики Блин Стреляйте в него Ух ты Ух ты Все взрывается Я вот думаю Может щупальца Зря Стоят Все равно Маны не хватает Да Щупальца По моему Зря стоят Котиков сносит А потом я начинаю Призывать щупальца Лучше вот пытаться Поддерживать Котиков Все время Сейчас бы как-то Щупальца Подснять В бою Прям Да Зато изучаем Атаки Чувака Наверное Когда-нибудь Пригодится Изи Мина Мультивыстрел И Эхо Так Мультивыстрел Эхо Давай Мультивыстрел Точно Нужен Будет По три Котика Призывать Да И по три Щупальца Может нам вообще Щупальца Нужны А не котики Не Давай котиков Так Попробуем Все-таки Котиков Щупальца Убрать Паразитов Две штуки Добавить Раз у нас Постоянно Котики Призываются Новые Каждый раз Когда заклинание Слева Попадает По врагу Костоит Заклинание Справа Нам это Бесполезно Да Да Типа Комбик Тут Бессмысленно Бессмысленно Мы тут Кастуем Только для Котиков Эхо И два Котика Оно Будет Работать Лимит Лимит Наверное Все равно Будет Нет Если это Не сработает Надо будет Быстро Ставить Двух Паразитов Тогда Попробуем Стремно Тут Тестить По моему Не работает Не Котики Не призывают Котиков Да Смотри Враги По 60 Урона Наносят Причем Не какая Там Супер Тычка Обычные Атаки Бьют По 60 Так что Вообще Бессмысленно На На Выживаемость Получается Котиков Качать Даже Мы там Настакаем Им Сотку Жизней И с Двух Тычек Будут Сносить Паразит Паразит Камни Камни Летят Хорошо Это Вот Иногда Я думал Сейчас За волна Такая Это Оказывается Камни Лимит Убивает Веселье Ну Чтобы Чтобы У нас Не было Лимита Призыва Мы Можем Замутить Щупальца Но Проблема В том Что Хотя Я не знаю В чем Проблема Блин Проблема В том Что Эти Чуваки Бессмертные 90% Времени Сидят В невидимости Еще и Атакуют Камни Красавчики Они Еще и Выстрелы Уничтожают У меня ЖХП Нет К ним Надо Подходить Вот Ты Ну Че Михалыч Что Криты А я не знаю Че Делать Видишь В итоге Пытаться Котиков Настакать Много Гримуарами Бесполезно А тут Мы их Призываем Так То Они Не Слишком Быстро Умирают На самом Деле От Паразитов Они Умирают От Врагов Ваншотающих Сундук В надежде На Хилку Тогда У меня 2 ХП Останется Так Кровь Тролля Героя Точно Билд Не Очень Билд Классный Урона Много Но Я не знаю Как Котам Выживаемость Сделать Никак Даже Если Мы Там Три Этих Три Крови Тролля Настакаем И у них Будет Там Не 40 ХП А 150 Но Это Вообще Ни О чем Попробовать Поставить Ктулху Ктулху Не будет Лимита На Количество Призывов И будет Много Бейнлингов Ну Вот Единственное Что Мне В голову Приходит Это Попробовать Делать Так 15 Урон 20 Урон Вот Единственное Что Могу Придумать Давай Так Пробуем Щупальца Они Хотя Бы Стакаются Видишь То Есть Я Зажимаю Кнопку И Сколько Там Их Наколдовалось Столько Наколдовалось И Когда У Меня Есть Момент Что Щупальца Все Не Убиты То Я Хотя Бы Могу Там Что 20 Поднять Щупальца Норм Че Это За Артиллерия Прилетела В Прошлом Забеге Жи Была Пассивка На Неуязвимость Вот Что Решает На Этих Уровнях А Не Кровь Тролля Луркер Кстати Дело Говорит Луркер Блин Ты Гений Спасибо За Стой Сердечком Нам Знаешь Что Надо Было Нам Нужна Была Вот Эта Штуковня Которая Само Нам Дает 4 Секунды После Смерти Еще Жить Только Ее Не на Котов А на Щупальца Надо Было Ставить И Тогда Щупальца Были 4 Секунды Стакались Но За 4 Секунды Мы Много Призываем Блин Точно А Мы Рероль Нули Зачем У Нас Этот У Нас Тут Гримуары 15 Котов Призывают 4 Секунды Мало 4 Секунды Это Намного Больше Чем Ноль Секунд Которые У Нас Жили В 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 Крешение С ОМОНов Надо Будет Попробовать Нет 4 Секунды Это Норм Это Хорошо Синяя команда Сегодня Рубит Капусту Все равно Забег Прикольный Забег Хороший Вот Ютуб Если вам Понравился Забег Не забываем Лайки Ставить Подписываться Все дела Там Делиться Видео Подписываться На Дискорд На Бусти На Везде Приходите Ко мне Домой В Гости Нет Это Делать Не Надо В 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 - В В